Матвей Полшков Первый раз я сюда попал в три года, потому что у меня тут все работают учителями. Я занимался в семь до семи. Потом у нас был выбор. Что я выбрал? Гармонь, лепку, танцы и пение. Пока родной дедушка учит играть внука на гармонии, в соседнем кабинете трудятся мама и папа Матвея. Максим Полшков пошел по стопам отца, заслуженного артиста Мордовии. У него он и брал уроки игры на баяне. Окончил Атимарскую детскую школу искусств, а через несколько лет вернулся сюда уже в роли преподавателя. Наша задача именно педагогической работы – научить детей, показать детям, как что и к чему. Работая здесь, допустим, преподавателем, концентмейстером, я также являюсь руководителем инструментального ансамбля «Дедовы внуки». И также руководителем Народного театра песни «Отрада» Дворца культуры городского округа Саранск. Сейчас Максим Полшков работает в паре с супругой Анной. Она учит петь, он аккомпанирует. Под руководством Анны Полшковой поют и выступают порядка 30 звонкоголосых ребят из образцового ансамбля «Колорит». Она и сама с ранних лет была окружена песней. Первые уроки музыки от мамы и бабушки. Их повседневная работа к сцене отношения не имела, а вот голоса и любви к народной песне хоть отбавляй. Поэтому на вопрос, с кем быть, у нее заранее был твердый ответ. Я сразу сказала, что я хочу петь. Конечно, пытались меня переубедить и сказать, что профессия медицина, она лучшая, единомедицинская. Но, тем не менее, я отстояла свою точку зрения. Поступила в Пензенское училище культуры и искусств. Закончила его после окончания. Поступила в Мордовский государственный университет имени Николая Платоныча Огарева. Уже тогда был Институт национальной культуры, хоровое дирижирование. Атимарская детская школа искусств – первая запись в трудовой с третьего курса. Работе с детьми Анна посвятила 14 лет. Творческий союз супругов подарил республике не один десяток талантливых учеников. При этом у Анны и Максима можно поучиться еще и умению поддерживать рабочие и личные отношения. Мы все люди творческие. У нас у каждого свое видение, свое понимание какого-то номера. Бывают у нас какие-то разногласия, но опять же они приводят к тому, что не вот мы ругаемся из-за этого, а наоборот. В споре рождается истина. То есть вот где-то мы поспорили, но опять пришли к единому мнению, к тому, что будет лучше. Двойной статус супруги и коллеги также у родителей Максима Полшкова. Ольга и Петр вместе более 40 лет. Их в прямом смысле связала музыка. Они познакомились, будучи студентами музыкального училища. После учебы трудились в Доме культуры и детской школе искусств. Сейчас, помимо преподавания, Петр Полшков руководит оркестровой группой ансамбля «Песни и танца у Марина». Очень много времени. Приходится очень много работать на дому. Имеется в виду сделать аранжировки, музыку к постановкам. На это уходит очень много времени. Не основного даже рабочего времени, а сочинительства, так скажем. Ольга Полшкова, как и ее муж, родилась в многодетной семье. С самого детства дома была творческая обстановка. Пятеро детей окончили музыкальную школу, и только двое, она и сестра, посвятили свою жизнь работе с детьми. За плечами Ольги Полшковой профильное образование и 30 лет административной работы. Она директора Тимарской детской школы искусств. Когда пришла работать, здесь учился всего один ученик. Со временем родители стали охотно доверять своих детей молодым специалистам. И кроме музыкального, постепенно появились другие направления. А ученики стали выступать за границей при поддержке местного предприятия. Сейчас в детской школе искусств учатся 120 человек. Я считаю, что жизнь моя удалась. Удалась на все 100%. Потому что я благодарна судьбе за своего мужа, с которым мы идем рука об руку уже много лет. Благодарна детям, которые продолжают наши семейные традиции музыкально-педагогические. Благодарна внукам, которые откликаются на все наши просьбы в творческой и в семейной жизни. Я просто счастливый человек. Творческую династию продолжила и старшая дочь Ольги и Петра. Сейчас она трудится в Москве. А продолжат ли внуки семейные традиции, пока говорить рано. Например, 8-летнего Матвея сейчас привлекают профессии строителя и повара. А пока музыка не утихает ни в школе, ни дома. Ольга Данилова, Сергей Соколов. Народные новости. Лямберский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова